всем доброго воскресного утра делаю себе завтрак я вчера на ночь глядим в инстаграм залезла а там подруга показывает что она сделала селедку под шубой я пишу ну все пошла я доставать селедку из морозилки как-то помню один раз мне писали типа зачем селедку в морозилку вот она там типа какая-то не такая еще что-то вот мне захотелось селедки под шубы куда мне за селедка бежать она у нас магазине просто так не продается да и сегодня воскресенье магазин то все закрыты как куда бежать в морозилку достала селедочку она у меня разморозилась вот в этой лоханочке я прямо сделаю себе селедку под шубой наварила вчера себе картошку яйца и этот морковку майонеза мало но я вы знаете что думаю его смешать с это со сметаной будет и более полезно вчерашняя замазка будет и как бы поле и полегче и все дела в общем да можно сама майонез сделать там его делать-то расплюнуть но я так подумала что лучше я сметаны сделаю еще на сегодня же поэлью собралась делать овощей у меня нету поэтому надо сходить за овощами сейчас чарли пойду погуляю еще вчера желатин сделала без сахара без всего что за муха залетела работ за овощами надо сходить в общем такие дела машинку сейчас поставить стираться но пока по расписанию завтрак патчи наверное опять на бороде кстати попробую сейчас вот эти такие же они как взгляды или нет попробуем да смотрите там прослойка бисквита прослойка мармелада какая-то прослойка вкусная очень вкусный убида взрывали берите не пожалеете это нереально вкусно почему-то продаются только на новый год перед рождеством жаль на прошлом году затарилась мне хватило надолго конфеты конечно вкуснее вышли погулять и знаете я много раз вам рассказал про невоспитанную собаку которая кидается на моего чарли и вот у меня такое ощущение что они ценными днями здесь находятся потому что какое бы время я не пошла гулять она постоянно здесь с хозяином но это трындец и он ее никогда не привязывает объясняя это тем что его собака ничего не делает но и мне я-то видела уже два раза что делает она кидается на моего чарли мне приходится его брать на руки а он с такой мордой идет типа ну и нафиг ты ее взяла типа я все у меня все под контролем собака полностью под вашим контролем никогда не может быть потому что у нее свои мозги и я даже человека нельзя взять под контроль уже сейчас вышло в 10 до они здесь в 4 здесь в 11 они здесь они здесь живут что ли в полях я не пойму я взяла с собой рюкзак пойду сейчас сейчас погулять чарли фруктовой зайду если там дело в том что с чарли мне его приходится на улице оставлять а там бывают разные ну дети там к нему знаете подойдет или еще какая другая собака а он же не привязанный как бы он меня ждет но вдруг опять к собаке в голову уже не залезешь что у него там в мозгах будет если будет немного народа то с ним куплю а если много то мне придется его домой от не отвезти и вернуться опять ну посмотрю потому что хоть хочу купить много много разных овощей разновидность много а в количестве мало в общем погода замечательная даже очень жарко я бы сказала несмотря на то что всего время 10 часов опять намазалась кремом дурацким который не впитывается наоборот как-то всю влагу из меня высасывает у меня постоянно лицо потеет от дню ну блин жалко выбрасывать вот такая вот я жалко выбрасывать буду мазаться по воскресеньям только лишь бы не выбросить купила значит капусту два чеснока таких вот огромных кабачки морковка закончилась поэлью сейчас буду делать перцы три яблока три хурмы помидор тоже для поэльи сельдерей в общем я так подумала что селедочка то под шубой это хорошо но супер-пупер калорийно я сделаю змеиный супчик свой с которым я худела вот и чтобы знаете одну другому не мешало вот сейчас в общем приступим к готовке поэльи что-то был с какой-то рецепт мне кстати есть на канале поэтому легко и просто все я вчера достала бы вчера достала рыбу уже ее разморозила поэтому она мне стоит ждет своего часа а я сейчас быстренько зажарку я буду делать в роботе поэтому все легко и просто и на двоих там ее делать до 5 минут зарина спасибо что надоумила вот забацала себе селедку под шубой пол селедки на шубу а пол селедки здесь у меня с укропчиком с лупчиком с пахучим масличком ой слюни текут не могу вот со всеми делами так у меня еще и зажарка уже готова на поэлью с мясом все дела осталось сюда добавить рис и рыбку и все и поэлья готова боже как это пахнет предоставлю же приправу для поэльи в общем будет у нас сегодня обжираловка манго достала тоже сейчас порежу видите на сталат ушло только одно яйцо картошка меньше чем это но я делала немного маленькую такую чепелушечку мне одно это как говорится обожраться и не жить вот такая красота кстати удобный такие вот эти вот штуки вообще супер ни капли не жалею что они у меня их купила класс смотрите какая прелесть скоро у меня будет оля-ля напоминаю рецепт очень легкий и у меня есть на канале в плейлисте рецепты делайте вкуснятина всем приятного аппетита я тут цветочки с вами проветриваю проветриваю да папоротник поставила попить не смотрите во первых смотрите какие у нас дожди идут видите грязничьи все но теперь я его трогать не буду потому что смотрите какая красота он у меня тоже скоро зацветет видите класс декабрист даже вот эти вот новые будут цвести так что вот смотрите красота не пищи хочу тебе за привычка как я выйду в свет ты начинаешь пищать мне вот как всегда стало скучно у нас кстати разговаривали там что будут в эти две недели у нас новые приняты меры но по уменьшению заболевание ну в общем в принципе весь по всей андалусии останется также как и есть единственное что с 10 комендантский час 10 вечера до 7 утра и магазины все будут открыты магазин и бары все будет открыто до 6 вечера но гранада и провинция гранады где мы находимся там будут меры еще жестче потому что очень много у нас зараженных и у нас наверное вообще все закроешь и короче все закроет мать со вторника они еще не сказали что с провинцией гранады делать скажут завтра но вот ходят там слушок такой что все закроют на две недели до 23 ноября естественно все также до 23 ноября нам нельзя из одного город в другой переезжать вот но если только не по врачу работа то можно в общем опять мы будем сидеть в нашем городе ну в принципе мы раньше особо никуда не ездили но например в неваду я бы уже на съездила пошаталась по магазинам ну ладно вот и вот а нас наверное нам все перевод я вот тоже мужа спрашиваю говорю а я чё работаю не работаю можно не можно мне потому что закроют бары магазины там есть такое слово которое я не особо не особо понимаю и она знаете если есть такие слова которые дословно перевести означает одно а вот если в предложение то означает совершенно другое а мне нужно конкретно что было написано парикмахерские закрыты я вам уже спросила он не чё-то чё-то ну походу сам не знает ну вот по нам скажут а потому что у нас очень много в гранаде зараженных и не уменьшается никак да но главное что у нас дома не закрыли чтобы я смогла также ходить на работу и ездить и ходить с чарли в гулять на прогулке все больше мне ничего не надо я в 6 часов и так по магазинам не шатаюсь ну вот эти вот которые продуктовые будут до 10 открыты вот как и раньше а вот хотя до 10 а у нас сейчас 10 уже комендантский час то есть в 10 часов уже все ты должен сидеть дома никуда не выходить нет вообще совершенно не колыш потому что я так никуда не хожу ну ладно ну что ты пищишь тут ты попой 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 ты когда один поешь а когда я тут ты только пищи очень странно а чарли это у меня наверху загорает поэтому я посидела нормально пойду сейчас знаете что постель с меню мужа постель мужа о себе завтра и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сняла белье Как всегда тазик на месте Выяснила, что я могу работать У нас как бы завтра не начались протесты И разные демонстрации Потому что в нашей провинции Гранада Закрыли все бары, рестораны Вот открыты Я даже не знаю, по-моему даже магазины В общем магазины такие вот тряпочные Все закрыто Начинают там люди в интернете, в фейсбуке протестовать уже Непонятно, что открыто, что закрыто Но там уже даются разные эти Завтра все это будет легально Уже как это сказано Но я работаю, да Посмотрим, скорее бы уже Все это закончилось Потому что трындец капец Какой-то Ладно, не важно Главное, что нас не закрыли дома Чарли, скажи всем пока Скажи всем пока Ну что ты, разговаривать что ли не умеешь? Скажи пока-пока Я даже ни одного тикток сегодня не засняла Ммм, плохо Надо завтра этим заняться А ну ладно, сегодня я буду с вами прощаться До завтра, потому что пойду сейчас в душик Потом кремиками мазаться В общем спать Отдыхать Завтра, наверное, погулять все-таки по магазинам Я не хотела нигде шататься Но раз уж последний день на две недели Надо походить погулять Вот Так что Ставьте лайки Пишите комментарии Обязательно подписывайтесь Чтобы быть в курсе событий Что у нас тут и как Ты скажешь всем пока или нет? Пока-пока 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 И мне не тик, мне хлопок Блин, целоваться Целоваться